Князь посрамлен Князь послать ко мне послом уродливого карлика Пробейте в дворцовой стене дыру Пусть такой посол войдет в дворец мой Через дыру, а не через парадные ворота Когда Яньцзы подъехал к дворцу Министр подвел его к дыре и предложил пройти во дворец Яньцзы понял, что его хотят унизить И сказал В княжестве, населенном людьми Послов принимают через парадные ворота В собачьем же царстве послов принимают через дыру в собачьей конуре Услыхав такие слова, министр поспешил распахнуть перед Яньцзы парадные ворота Князь Чу увидел посла и, желая оскорбить его, сказал Сегодня я приказал повесить одного вора Этот вор приехал к нам из вашего княжества Осмелив спросить, почтительно молвил Яньцзы Много ли времени прожил этот преступник на вашей земле? Три дня, ответил князь Яньцзы усмехнулся и сказал Значит, всего три дня понадобилось вам, чтобы научить его воровать Разгневанный ответом посла, князь спросил В вашем княжестве должно быть очень мало людей Яньцзы ответил Если народ мой поднимет разом руки к небу, он закроет ладонями солнце Если народ мой топнет одной ногой, земля от удара его содрогнется Если народ мой дунет разом в сторону гор, горы обрушатся и превратятся в песчинки Князь Чу снова попытался унизить Яньцзы и спросил Если в княжестве Лю так много людей, почему же повелитель ваш направил ко мне послом вас? Неужели в княжестве Лю не нашлось человека умнее, красивее и выше вас? В ответ Яньцзы смиренно поклонился и ответил На моей земле есть такое обычай В княжестве, где повелитель красив, умен и талантлив Мы посылаем посла красивого, умного и талантливого Я же глуп и ничтожен Потому меня и назначили послом ваше княжество После такого ответа правитель Чу никогда больше не пытался унизить посла Яньцзы